Всем привет в новом видео! И сегодня ролик, который я не снимала, мне кажется, уже больше года точно. Мы с вами будем смотреть мои новинки одежды. Я очень хочу вам показать то, что у меня появилось новенького. И честно говоря, такой небольшой спойлер, предисловие, так скажем, я ничуть не расстроена уходом некоторых масс-маркет брендов из нашей страны, потому что я поняла, что только на благо. Я начала продумывать каждую покупку, я перестала ходить в Zara и покупать просто вот такие пакеты вещей, ненужных, которые я носила по одному, по два раза. Выбрасываю деньги зря. Все вещи, которые у меня сейчас есть, которые я вам покажу, я ношу не по одному разу, сочетаю между собой, и это очень классный кейс, так что давайте приступать. Покажу вам российские бренды, популярные магазины Lime, Amour, All We Need и многие другие, так что приступаем. Первый бренд, который я хочу вам показать, возможно, даже познакомить вас с ним. Мало ли кто не знает, это бренд Amour, российское производство, очень классный. Мне буквально нравится каждая модель в данном бренде, я периодически каждый сезон что-то себе оттуда заказываю. Последний это был вот такой лонгслив с вырезом на груди розового цвета, он еще представлен в других цветах. Конечно же, стоит сказать про качество, это всегда очень хороший материал, это всегда очень классные лекала, фасоны, нигде не встречают нитки и так далее, про это просто даже нет речи. В общем, мне очень-очень нравится, еще раз повторюсь. И вторая вещь это были джинсы. Я вам позже покажу еще другие джинсы из другого магазина, но стоит отметить то, что я перешла, как вы видите, на фасон прямые, широкие, более свободные джинсы, не скини, не какие-то там такие в обтяжку, наоборот, более такие вальяжные, расслабленные фасоны, потому что с ними гораздо лучше сочетаются кроп-топы, какие-то корсеты, бра, потому что я люблю подчеркивать талию, грудь, и, соответственно, то есть не ношу оверсайз чаще всего сверху в формате каких-то рубашек, там, толстовок, свитеров. Люблю какие-то более женственные вещи сверху, и тогда нам нужно для баланса сделать что-то более такое закрытое и свободное снизу. Поэтому я заказала такие джинсы, они суперкомфортные, сочетаются буквально со всем гардеробе, у них очень удачный цвет. Далее моя покупка буквально вот пару дней назад, это черный жилет, который, на удивление, кстати говоря, стоил 5 или 6 тысяч рублей, в общем, немало за жилетку, на секундочку. Качество у нее хорошее, но материал очень такой жесткий, я бы сказала, колючий, не самый приятный, но мне очень нравится ее фасон. Сейчас, как вы знаете, вообще могли заметить тренд на жилетке, но зачастую они идут с таким глубоким вырезом на груди, то есть такое яркое акцентное декольте, и мне хотелось чего-то другого. Я нашла вот такую жилетку с закрытым полностью воротником, мне нравится именно такой, знаете, как будто немножечко японский, азиатский стиль, если ее полностью наглухо закрыть на пуговке, это очень красиво, и сочетать ее можно, опять же, с предыдущими джинсами. Еще, когда я была в Куалампуре, в своем посте в Инстаграм, в этом, я написала, что этим летом я хочу носить прям вот целенаправленно платье, то есть выдергивать себя из комфортной зоны, не надевать те же самые джинсы плюс топ, корсет, а именно носить платье. Даже сегодня, сейчас я в кадре у вас в длинном платье с оголенной спиной, оно мне очень нравится, даже дома стараюсь надевать такие вот женственные образы. Поэтому я не удержалась и заказала в одном бренде, называется он Deninki, у них вязаные такие трикотажные вещи, есть костюмчики, есть много разных вариантов платьев. Я заказала аж три, два коричневых, это такая миди-макси длина, длинное платье. Первый вариант с такой шнуровкой на спине вязаной и разрезом сбоку, очень красивый цвет, шоколадный. И еще одно платье будет уже такой мини-длины, молочно-кремового цвета, очень красивого, с голой сзади спиной, с глубоким вырезом на спине, с длинными широкими такими рукавами. И оно просто безумно красиво сидит, на любую фигуру сядет хорошо, потому что у него такой универсальный немножечко размер в этом плане и посадка. Так что супер рекомендую. И вообще мне очень нравится, я поняла, платье даже не сколько какие-то шифоновые, шелковые комбинации, сколько вязаный. Вот именно трикотаж, такой тонкий, очень он так уютненько сидит. И, соответственно, третье платье, такого же цвета, как и первое, только у него немножечко другой фасон. Глубокий вырез на груди со шнуровкой и глубокий вырез сзади. Тоже очень хорошая модель и на выход, и на какое-то мероприятие летнее, осеннее. И с кожанкой будет хорошо смотреться. И вообще на каждый день, на прогулку, куда угодно. Так что рекомендую 100% для гардероба. Следующий бренд, который буду вам показывать, это бренд All We Need. Мне он очень нравится, во-первых, за их верхнюю одежду. То есть если мы говорим о пальто осеннее, кашемир, шерсть, тренчи, куртки, какие-то стеганы, сразу у меня остаться из всех брендов, которые можно придумать. Это All We Need, потому что они прям как будто бы для меня на этом специализируются. Также это какие-то вообще в принципе натуральные ткани, материалы. Это лен, это хлопок классный, это брюки, это костюмная ткань. У меня пару-тройку есть жакетов Oversize. Я ношу один уже третий год, просто его обожаю. Бежевый, вставлю картинку, найду фотографию в нем. В общем, если мы говорим о каких-то костюмах, жакетах, брюках, сразу у меня тоже ассоциация All We Need. Итак, что я заказала? Я взяла себе вот такую вот рубашку с укороченным рукавом, то есть такая три четверти длина полупрозрачная. С другой стороны, это и хорошо, потому что я хотела прям чисто такой летний вариант рубашечки под брюки заправлять, чтобы это было такое популярным, сейчас скажу это слово, внимание, Old Money Style. Да, я вот хотела ассоциировать ее именно с этим стилем, чтобы это были какие-то, возможно, длинные шорты-бермуды, вот что-то такое. Мы с вами будем сейчас по нарастающей к самому интересному, потому что жакет, который я заказала из новой коллекции, это просто вообще, я не знаю, идеал всех черных пиджаков и жакетов, которые я видела для вот именно женского ассортимента. Покажу его позже. Белая рубашка. В общем, я поняла, что у меня в гардеробе были рубашки, но я их куда-то там выкинула, отдала, потому что они уже были не те, не свежие. Обновила белую рубашку. Она идет с таким вот слегка, ну да, оверсайз плечом, то есть нет здесь такого четкого шва. Белая, плотная и с двумя накладными карманами. Стоит на 6900. У нее очень хорошее качество. Она не стоит колом, но при этом плотный материал, что супер, поэтому ее можно сочетать вообще с чем угодно. И очень классный свежий лук будет, если я возьму эту рубашку и дополню, конечно же, вот такими брюками. Это брюки, такие трубы, они очень широкие, прям к низу, серого цвета, но они не выглядят как офисные брюки, знаете, прям вот рабочие, нет. Они смотрятся и выглядят за счет вот этих вот спереди защипов таких складочек, мини накладного кармашка, как просто casual брюки на каждый день. Так, ну и просто вишенка на торте. Это тот самый жакет, черный, насыщенный от All We Need. Но, знаете, это не просто жакет. У него очень классные детали в виде двух поясочков, которые можно абсолютно по-разному завязывать. Сзади, спереди, там, на два узла, на один. И также такая вот цепочка с карабинчиком, которую можно тоже цеплять через одно плечо, то есть по диагонали на другую сторону, не знаю, на одной стороне оставлять, как-то еще вот играться с воротниковой зоной. В общем, можно придумать что угодно, или вообще снять и сделать с него такой более строгий, классический жакет. У меня из черных жакетов были кожный черный жакет, есть Zara, и укороченный черный жакет. Сейчас вам тоже его покажу. Пожалуйста, это бренд моей подруги, называется он На Коже. У них супер, такой, я бы сказала, прям премиум качество, премиум дизайны, потому что все такое очень интересное. Есть кожный корсетный топ, есть, ну, по крайней мере, были, я сейчас не знаю по ассортименту, по наличию. Вот такой жакет с юбкой, такой асимметричный по диагонали. Здесь также имеются вот такие молнии, которые можно расстегивать и делать более такой развязанный стиль. В общем, у меня был и есть, и на спине, кстати говоря, молнии есть. Забыла вам показать вторые джинсы. Это уже будет бренд Lime, там же, где я покупала жилет черный. Опять же, очень похожи на джинсы Amour, скажете вы. В принципе, да, но. Сзади имеется вот такая деталь в виде разрезов под попой, получается как будто бы и шорты, и джинсы два в одном. Но эти разрезы не слишком высоко, то есть ягодицы не видно, все закрыто, все хорошо. Но вот такая интригующая деталь небольшая имеется. Мне они очень понравились, поэтому я их уже очень много раз носила за это лето. И буду еще. Буквально вчера я в них ездила в ресторан, так что, да, ношу. Все вот вещи, которые я вам показываю, я ношу очень активно, ничто у меня не залеживается. На самом деле, вот те вещи старые, которые до сих пор я при сортировке оставляла в гардеробе, которые я покупала в этой же Заре, в Манго, вот прям пачками, пакетами, не обдумывая покупки. Они у меня лежат, ну как-то рука к ним вроде не тянется, вроде бы и не хочу отдавать, потому что они интересные, необычные, уже такие не купишь. Вот. Но обдуманные покупки ношу прям вот с таким удовольствием большим. Это классно. Что у меня появилось новенького из обуви? Это кроссовки. Adidas. Easy. Я их очень хотела долго, мне кажется, год-два я про них думала уже. Они, в принципе, из такого прям яркого, активного тренда вышли, но остаются актуальными. Да и в принципе, я не гонюсь за трендами. Прям, ну, конечно, хочется, чтобы не было, знаете, такого какого-то узкого тренда, который там прогорел, вышел уже из моды, и ты его покупаешь, и вообще мимо, абсолютно анти-тренд. Я думаю, что эта модель будет актуальна еще пару лет, пару-тройку лет точно, потому что, в принципе, она базовая. Они безумно удобные. Я в них и просто хожу, и на выход, и в спортзал могу пойти, и аккуратненько даже поиграть в теннис. Потому что на теннисе, конечно, очень активно ты бегаешь, и можно как-то их поцарапать, повредить, они замшевые. Очень круто. Если думаете, обязательно заказывайте. Я на них тоже ссылку оставлю, потому что я заказывала через, как это называется, байеров в Инстаграме, да, какой-то магазин, который занимается. Ресейлом брендов. И вторая модель обуви, из новинок именно, это вот такие вот блосоножки, сандалии на каблуке, очень устойчивые от бренда Tumut, темно-коричневого цвета. Это, знаете, такая супер базовая модель. Они безумно удобные. Берите их прям вот не раздумывая, если они еще есть. У них здесь такая подошва, подушечка прям супер мягкая. Можно буквально в них бегать. И ничего, ни одна вот эта лямочка не натерла, потому что кожа мягкая, ничего не скользит, все прям супер. Ну что, на этом хочу заканчивать это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось, и вы со мной хорошо провели время, потому что я каюсь, я такие видео очень давно не снимала. Если будет очень много сейчас лайков под видео, и комментариев ваших реакций, обратно связи, я обещаю, что в ближайшее время сниму вторую часть, потому что я бы не все показала. И также, возможно, сниму подобное видео на тему спортивной одежды, потому что у меня просто огромная коллекция. Вы знаете, что у меня есть своя программа тренировок, я, в принципе, постоянно занимаюсь, я обожаю этот спортивный лайфстайл. И, конечно, у меня спортивные одежды чуть ли не больше, чем обычные. А, так, забыла. Стоп. Вот, то, что я вам еще не показала. Последняя покупка. С Вайлберис, кстати говоря, это вот такие молочные геттери, как раз-таки для моих спортивных аутфитов. Мне очень нравятся, когда это, допустим, такие короткие шорты, кроссовки, те же самые, пожалуйста, изи, и геттери. Мне кажется, это очень так мило смотрится, плюс реально утепляет ножки. И по-спортивному такой сразу какой-то вайб красивый. В общем, жду вашу обратную связь обязательно. Я вам желаю хорошего настроения. Надеюсь, вы со мной хорошо провели время. И, да, увидимся с вами в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok